Череду типичных школьных уроков для учеников педагогического лицея прервал цифровой ликбез. Своеобразный урок ОБЖ, только по безопасности в интернете. Подобный факультатив проводят ежегодно, но каждый раз тем, которые важно обсуждать с молодежью, становится больше. В этот раз особенное внимание уделено нейросетям. Они создают такие изображения, которым верят взрослые люди. Все слышали, наверное, про пожарные и филевые башни, что действительно все начали выяснять, узнавать в интернете, настолько реалистичными были изображения, тексты. Нейросеть может голос, голосовой трек, да, сконфигурировать из голоса мамы, ребенка. У моего знакомого, друга, была ситуация, что ему звонил человек, который предъявился его матерью. При помощи как раз к нейросети он перечислил деньги. Как оказалось, это была в обществе не его мама, и он остался без денег. Разумеется, все разрешилось, деньги мы перечислили, и она, как все равно, ситуация не особо приятная. Если появились подозрения, что вас набрал мошенник, то разговаривайте как можно дольше, советуют специалисты. Хорошо подделывать голос получается пока что только фразами. Длинный диалог сразу будет бросаться в глаза из-за роботизированности и монотонности голоса. Однако ребенок может довериться и не особо изощренным махинациям. Ну, это социальные механики, которые всегда известны. Это либо что-то бесплатное, мы взрослые понимаем, что ничего бесплатного не бывает. Это какие-то, может быть, вещи, связанные с социальными сетями, с играми, там, не знаю, игровая валюта, внутри игр, которые используются. От этого цифровой ликбез тоже старается уберечь школьников. К примеру, преподаватели рассказывают об опасностях социальных сетей. В них лучше не распространяться о месте жительства и имеющихся суммах. Подростки отметили, что некоторые советы кажутся примитивными. Однако лучше переслушать их много раз, нежели потом жалеть о потерянных средствах. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.